Православные отметили один из главных церковных праздников – Рождеством. Свято-Казанский храм иконы Божьей Матери в Казларде встречал прихожан в особом праздничном убранстве. В начале об истории Рождества в Римской империи проводилась перепись населения. Согласно указу императора, каждый житель империи должен был прийти для этого в ближайший город. Иосиф и его беременная супруга Мария выбрали Вифлеем. Однако в гостинице не было мест, и они устроились в Хриву. Здесь и родился Иисус. Узнав о рождении Мессии и желая его уничтожить, царь Иудей Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был чудесно спасен от смерти. Молюсь его по тебе, помилуй, прости нам, ты, решение наше вольное и невольное. Рождество – праздник милосердия, любви, мира. Освященный в октябре 1855 года в Свято-Казанский храм иконы Божьей Матери насчитывает сотни прихожан. Каждый из них в этот день пришел в церковь с открытым сердцем, верой и надеждой, помолиться за здравие родных и близких, пожелать мира и благополучия каждому дому и родной земле. Поздравляем население Казаларды с большим божественным праздником и желаем здоровья, благополучия городу и людям, и всех, чтобы люди были здоровы и счастливы. Поздравляю всех казалардинцев с праздником Христовым, чтобы всем было крепкого здоровья, никто не болел. Сегодня маленький Христос спасение чудо нам принес. Сверкает снега серебро и хочется дарить добро, и хочется летать как птица, любви Всевышнего открыться. Приходу чуда все готово. Сегодня Рождество Христово. С 2005 года вот уже 13 лет мусульманский Курбан Айты и православное Рождество являются выходными днями. Руководитель областного управления внутри политики Айден Керулайф отметил, что это показатель уважительного и бережного отношения государства к религиозным чувствам своих граждан. Оба праздника выполняют важную миссию, укрепляют единство и согласие народа, что является залогом стабильности. По традиции церкви в этот день было многолюдно. Горели свечи, хор исполнял словословие. Завершилось богослужение звоном колоколов.